Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэм и мы продолжаем играть в игру Смотритель Кладбища. Так, ну что же, у нас первостепенная задача на сегодняшнюю серию это достать ожерелье у горбуна кукла. Он появляется каждую ночь возле форта. Вот что я выяснил, будем его искать. Сейчас у нас утро наступает, так что вскоре отправимся туда. Получаем ожерелье от горбуна, идем к змею, дальше продолжается у нас там цепочка историй, посмотрим к чему она приведет. Так, ну что же, а пока я думаю, нет, не пойдем мы с вами в подземелье, ребят, я только что там был, немножечко побегал, потусовался, дошел до 12-го по-моему этажа, так что осталось всего 3 этажа, ребята, мы с вами попадем на 15-й уровень, заберем там золотое яблоко и опять же нужно его отнести будет к змею, так что все это у нас впереди. Ну а сейчас горбун, ребята, нам нужно заручиться поддержкой шарме для того, чтобы это все сделать, нам нужно, чтобы она нас, как говорится, приняла, начала уважать и для этого нужно ей, естественно, ожерелье. Змей, как нам сказал, продал его или отдал этому горбуну, так что, в общем, будем его выцеплять, для этого нам нужна ночка. Так, подождем маленько, что бы нам сейчас с вами сделать, пойдемте, наверное, поспорим, ребята, что у нас там с трупаками, не забываем, что нам нужно достать темный кишечник для того, чтобы сдать задание инквизитору, кстати, смотрите, у меня здесь стоит осел, ему нужно какое-то масло, но не могу понять, вроде похоже на облепиховое, но в то же время оно не подходит. Так, что здесь, здесь мы с вами заберем, давайте, наверное, жир, так, жирок мы заберем с вами и, наверное, больше мне здесь ничего не надо, да, больше мне здесь ничего не надо, поэтому я его пошел топить. Накладно, ребята, хранить все это дело на кладбище, я бы даже сказал, даже невыгодно, поэтому будем просто-напросто, можно сжигать, конечно, его на этом, на дровах, но очень слишком дурно. Скоро все это стоит, ребята, добыча именно леса, нудное такое дело, 36 бревен надо получить, чтобы сделать 4 лежанки, как говорится, крематория. Так, ну сейчас давайте посмотрим, возьмем свеженький трупец, положим его сюда, я же сказал, положим, а не бросим, вот, и смотрим. Опять же, у нас нет здесь, ребята, темного кишечника, а именно он нам нужен, слушайте, я боюсь, что сейчас, если мы не найдем, то ослик, наверное, не будет нам возить следующие партии трупов, пока мы ему какое-то масло не отдадим. Он меня достал, если честно. Ладно, подтащили. Смотри-ка, не уходит ослик, все стоит. Оу, ребята, ночка, ночка уже надвигается, по-моему, нам уже пора с вами потихонечку телепортироваться. Кстати, на следующий день у нас будет молитва. Мы с вами опять заработаем веру, хотя у меня ее и так уже в излишке, я не знаю, куда ее уже тратить. Так, ну вот, ребят, вот здесь делаются четыре лежанки, на которых, ну, вы знаете, прекрасно, сжигаем трупы. Так, ночка, ночка наступает, поэтому, ребят, давайте-ка с вами уже по-быстренькому перелетим. От старой клячи, я думаю, что это намного быстрее идти, чем от маяка. Ну что же, нам нужно дойти до форта. Форт у нас находится здесь, недалеко. Сейчас у нас будет дровосек. Так, подожди, это... Не то. У нас здесь сейчас... Вот он, вот он, дровосек, ребята. Который якобы арендовал лес и тут занимается дровами. И вот где-то вот в этом лесу, ребята, у нас должен быть кукол. А вот где... Сейчас, я надеюсь... Да нет, по-моему, это еще не полноценная, ребята, ночь. Так, ну-ка, пойдемте-ка поговорим со стражником. Что это за место? Эта дорога ведет к горному форту. Проход закрыт. Хорошо. Спросить про кукла. Мне надо поговорить с горбуном куколом. Ну, я пропустить-то тебя не могу. Только если снаружи с ней поговорите. Он в лесу каждую ночь околачивается. На западе, недалече. Наша северная цитатель больше никому не нужна. Вот и выкручивается, кто как может. Так, где он сказал? Недалече в лесу на западе, да? Ну, вот у нас, предположим... Ну, лес-то у нас здесь большой, елки-палки. Где недалече? Что в твоем понятии недалече? Вот ты мне объясни. Ё-моё, в лесу! То есть, в самом лесу или рядом с лесом? Тоже неоднозначное какое-то, ребята, объяснение. Ну, в данный момент я не вижу никакого кукола-горбуна этого. Но непись это в любом случае можно увидеть, согласитесь. Так, ребят, по-моему, здесь уже не туда мы пошли. Здесь у нас уже владение... Да-да, именно дровосека. Я сомневаюсь, что он будет здесь. Хм, странно. Где кукол? Эй, горбун, выходи. Хорош прятаться. В самом деле, мне ты позарез как нужен. Без тебя у меня вся цепочка заданий встала. К сожалению. Вот верите, нет, ребят, я не вижу здесь никого. Хоть вырубай весь лес здесь. И смотри. Блин, да что ж за дела-то такие, а? Горбун. Ребята, а ночка-то уже проходит. Ночка-то уже проходит, а горбуна как не было, так и нет. Очень интересно. Слушайте, а может быть мне надо было поговорить со змеем еще раз, а? Может быть что-то неправильно мы с вами делаем? Короче, ладно. Мы в этот день с вами помолимся. И потом сходим к Шарбель. Посмотрим, будет ли она с нами разговаривать. Потому что, ну, как-то здесь не вяжется все, ребят. Хотя задание висит. И стражник сам сказал, что Горбун оживается каждую ночь где-то на западе в лесу. Туман уже пошел. Я весь лес, который здесь у нас был поблизости, я его весь обошел. Только что при вас. Никакого горбуна я не видел. Единственное, знаете, чего я боюсь? Как бы не было такого, что он появлялся бы в определенную ночь. Но стражник нам сказал, что он каждую ночь где-то здесь должен шоркаться. В общем, ребята, наступает утро. Горбуна я никакого не нашел, к сожалению. Поэтому полетели. Будем сейчас с вами проводить молитву. Использовать в родной милый дом. Будем использовать с вами молитву. После этого сходим к Шармель. И попробуем с ней поговорить. Посмотрим, изменится что-нибудь в этом плане или нет. Так, жир, мясо. Это нам все надо будет выложить. Семена мы с вами выложим вот сюда. Так, после молитвы я намереваюсь, ребята, наверное, еще сходить в подземелье. Немножечко пофармить там. Может быть, еще один этажик с вами пробежим. Ну, а там, как говорится, и рукой подать до 15 этажа. До 15 уровня подземелья, скажем так. Так, ну что же. Пойдемте за нашей молитвочкой сходим. Вот здесь, а? Так, естественно. Подожди. Вот эту берем. Конечно, комбо. Зачем нам так? Ух, давайте быстренько также ее прочитаем. Ёлки-палки. Ребята, 10 голды мне нужно насобирать, чтобы получить статус аристократа. Это самый последний, ребята, статус в этой игре, я так понимаю. Выше, как говорится, только уже сам король. Воу, воу, воу. Веры-то сколько надавали? Ха, спасибо вам большое. Очень приятно получить столько. А сколько вы дадите мне денег? Ну-ка. Ну что? Одна серебряная и 60 медных. Это тоже неплохо, ребят. Сколько мы сейчас в совокупности получим? Давайте посмотрим. 21 серебра. Шикандос. Так, а теперь мне хотелось бы посмотреть, ребят, сколько в общей сложности я заработал себе денег. Так, у меня уже 3 голды есть. Ну что же, я вам могу сказать, это очень хорошо. 3 голды. Так, все. Пока у нас утро, ребят. Мы с вами прямиком отправляемся в подземелье. Так, дайте-ка я выложу, что мне сейчас в данный момент пока не нужно. Так, топорик. Телепорт оставим. Камень мы этот... Ах ты! Да, ребята, чуть было не лопухнулся. У меня осталось очень мало... Вина. А как вы знаете, я за вино только здесь лечусь, хилюсь. И все там подобное. Поэтому нужно посмотреть. Если у меня вообще запасы, то отправлюсь сейчас. Оу, только не говорите, что у меня нет вина. Опачки, ребята. Вот это попадос. Вот это я попал. Нет винища. Как же так-то? Так, бургеры. Блин, не хотелось бы, конечно, их тратить. А что мы можем с вами по-быстренькому такого вкусного приготовить? Нужны ягоды. Мы тогда смогли бы с вами сделать торты. Хорошо. Ягод я сейчас, пожалуй, насобираю. Ягод я насобираю. Сейчас приличное количество. Мы сейчас здесь соберем. Потом я схожу еще, ребят, на свою пасеку. Ну, пасека у меня там одно название всего лишь. Один улей стоит. И то, на которое я еле-еле накопил. Покупать, как говорится, пчел я не хочу, ребят. Каждая пчела стоит один серебряник. Нужно 20 пчел. То есть, понимаете, 20 серебра ты должен отдать за пчелок. Но я думаю, что оно того не стоит. А может быть, стоит... Ну, неохота, ребята, мне тратить сейчас деньги, которые и так очень тяжело здесь мне достаются. А вот насчет винишка, да, конечно, мы лопухнулись. Надо будет обязательно, ребята, сходить на эту свою пасеку, посмотреть, что у нас там по винишку созрело. Не созрело, точнее, виноград. Насобирать его и, как говорится, гнать будем вино. Так, давайте-ка глянем. Да куда ты рубишь дерево? Я говорю, мед. Давай посмотрим, елки-палки. Отлично. Два всего лишь меда. Хорошо. Пускай хотя бы два. Ага, вот здесь я еще могу добыть маленечко. Давай, 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 добывай. Шикарно. И, по-моему, вот здесь тоже у нас где-то есть. Да, да, вот, ребята. Давайте тоже здесь. Так, у нас наступает ночка. На следующий день у нас, ребята, доступна будет шармель к разговору. Поэтому мы, естественно, подождем сейчас с вами. Хотел, конечно, я, как говорится, сходить в подземелье. Но видите, что у меня такое сейчас положение не очень хорошее. Нет еды. Поэтому сейчас буду заказывать себе тортики. Сколько там у меня выйдет? Ну, не очень много, по-моему. Торты. Смотрим. Так. Ну, что же я могу сказать, ребята? Девять тортов. Это тоже неплохо. Оу, тихо! Какого хрена? Что за бред? Черт, подожди. Почему пирог, еб-парасоты, а? Твою дивизию. Я не собирался, ребята, никакого пирога заказывать. Я на торт... Ой, елки-ты-палки, а. Вот это я лопухнулся. Пироги какие-то. Да срались мне эти пироги. Ладно, давайте смотреть, что у нас, ребята, здесь по винограднику. Так, виноград золотой идет. Хорошо. Сейчас мы с вами насобираем. Семена, естественно, посадим. Ой, а что так мало у меня винограда? О-о-о-о. Нежданчик просто какой-то, ребят. Да, виноградик-то у нас скудненько идет. Так, ну давай еще-то семена. Вот, серебряный есть. Так, больше не хватает. Вот так-то, ребятушки. Вот тебе и западло. Ладно. Давай семена выбросим. Давай, наверное, сюда же выкинем пчелу. Ну и что у меня получается? Восемь золотого винограда, семь серебряного и бронзового, четыре. Да. Очень мало, ребят. Зато хмеля тут хоть, не знаю, хоть на продажу вези. Если бы его еще кто-нибудь покупал бы. Как же это так-то без винишка-то, ребята? Ох, кисло будет у меня все. И, как вы знаете, ага, священник уже ушел. И, как вы знаете, за счет вина у меня были неплохие поставки, голды. А теперь все. Буду что, на одних этих, что ли, проповедях получать? По 20 серебра? Так я так до скончания своей жизни буду копить, е-мое. Так, что это у нас за пироги? Давайте хотя бы глянуть-то. 35 энергий дают. Звездец. А ну-ка. Вот, торты. Я не понимаю, почему у меня переключилось тогда... Во! Фух! 9 тортиков. Вот это уже другой разговор. А то напугали меня. Так, выкладываем это. Вот эту вот ерунду, ребят, надо уничтожать. Она нам не нужна. Компост этот. Так, и спустимся, пожалуй, мы с вами в наш погреб. Так, посмотреть мне нужно, сколько у меня вообще винограда. Хватит ли нам? Так, 7 и 8. 15, по-моему, хватает, да? На одну заготовочку. Так, 7 серебра плюс 5. Вот здесь уже минус. И, по-моему, бронзовая. Вроде должно получиться. Сейчас глянем. Сейчас мы посмотрим. Так, отлично. Создаем. Сделали. Так, давай посмотрим теперь у нас... Вот. Отлично. Так, золотое ведро у меня, по-моему, там есть. С винишком. Поэтому давайте, наверное, возьмем с вами и закажем партию вина. Так. Ведро виноградного сока есть. Здесь есть. Отлично. Все, берем. Так, а вот это вот можно выкладывать. Да, все равно как-то скудненько. Очень, ребят, скудненько. Погоди-ка, погоди-ка. Давай-ка мне золотое. Хоп. Создаем. Все. Ну что же, утречка наступает. Нам, по-моему, ребят, пора выдвигаться к Шармель. Давайте выложим, наверное, сюда вот это ведро. Там хоть один торт. Да, один торт сделался. Но этого мало, ребят. Для подземелья этого мало. Хотя пока мы к Шармель, там, то, сё, пятая, десятая, бутылка вина уже, наверное, выгонится. Причем не одна. Слушайте, я, кстати, да, хотел посмотреть. У нас кто-нибудь сможет покупать граненые алмазы? Давайте-ка мы с вами, наверное, возьмем одну штучку на пробу. И проверим. Да, где же он? А, вот он. Вот. И давайте посмотрим, может быть, кто-то будет покупать желе у нас или еще что-нибудь в этом роде. Если будут, мне нужно просто, ребят, найти какой-нибудь еще дополнительный источник заработка. Ну, на одном вине, согласитесь, далеко не уедешь. Ну что, телепортируемся с вами в старую клячу. Использовать старая кляча. Давайте-ка посмотрим. Вот она у нас, Шармель. Ах, вот оно что. Так. А, здесь я не могу разговаривать. И здесь не могу. По поводу твоего ожерелья. Ну, оказывается, у змея нет ни денег, ни ожерелья. Вот засранец. Получается, ты не сможешь помочь бедной девушке? Думаю, что смогу. Он рассказал мне, где можно найти ожерелье. Я попробую его достать. Задание выполнено. Ага. О, как это мило. Кстати, о милом. Ты никогда не обращал внимания, какие у госпожи Чейн приятные духи? Да, пожалуй, неплохие. Вот, даже тебе нравится. Мне точно нужен флакончик этих духов. Можешь выторговать у нее один? А почему ты сама не можешь? Уж не знаю почему, но она меня явно недолюбливает. Особенно ей не нравится моя дружба с Алисой. Ах ты. Хорошо, я попробую достать эти духи. Может, даже попробую сам сделать. Опачки. Опачки. Ребята, вот, оказывается, что нужно было. Я ищу горбуна. А тут, оказывается, еще цепочка заданий. Тебе лучше поговорить с моим мужем. Он тут всем заведует. По поводу духов. Госпожа Чейн, не могли бы вы продать мне пузырек с вашими духами? Неплохие духи, правда ведь? Но мне они надоели. Хочу сделать себе новые. У меня еще остался один пузырек, и я готова отдать его тебе в обмен на небольшую помощь. Отнеси эту корзинку моей сестре на болото. А по пути обратно налови лягушек. Они пригодятся мне для новых духов. Сколько? Двенадцать? Погоди-ка секунду. Наловить лягушек. Хорошо, я понял. Короче, мне нужно отправиться на болото. Я так понимаю, к ведьме Клота. Это ее сестра, да, якобы? Или подружка? И еще наловить двенадцать лягушек. Слушайте, я, наверное, ловить не буду лягушек. Я, скорее всего, выкуплю. Я, правда, честно говоря, не помню, сколько они стоят. Я, надеюсь, не голду. Если они стоят по одному... По одной голде, я... Просто у меня не хватит денег, ребят. Вы знаете прекрасно, что у меня всего лишь три голды. В данный момент. А ловить лягушек это где? На болоте? Так они же вроде бы не ловятся. Или это надо заниматься рыбалкой? Вот тебе следующая, как говорится, задачка на засыпку, ребят. Ладно. Так, еще этот ослик. Кстати, ослик. Надо посмотреть у бабки Клота. Продается ли у нее масло? Может быть, есть. И мне не придется ломать голову, как его добыть. Ладно, бабуля Клота, жди меня, и я иду к тебе. Отдавать корзинку ей какую-то там. Лягушки? Вот, ребят, я вижу, лягушки здесь находятся. Но, простите меня, как я их должен поймать? Не знаю. Мне кажется, это нужно заниматься рыбалкой. Так, ладно, сейчас мы все узнаем у этой бабули, у ведьмы. Хорошо, она здесь стоит, ждет меня. Так, отдать еду. Это от вашей сестры. Терпеть не могу яблоки, знаешь, ведь? И все равно кладет. Торговать. Так, ребята, кислота. Не то, не то, не то. Нету, ребята, никакого масла у нее. Ага, лягушки, 12 штук. Вот это я понимаю, вот это Арсен... Черт тебя подери! Не хватает. А лягушки я у нее... Да, всех лягушек скупил, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Эликсир ярости. Что же мне тогда делать? Ребят, мне придется ждать следующего дня, чтобы прийти к бабуле. Я надеюсь, у нее лягушки-то появятся. Ой, незадача. Ну, а пока у нас, ребята, с вами... Есть время. Ох, сколько пирогов-то, тортов-то я наделал. Давайте-ка мы с вами, наверное, сходим в подземелье. И немножечко еще дальше продвинемся. Так, тут у меня полный завал, ребят. К сожалению, я ничего... Даже выложить не могу. Так, тут тоже завал. Давайте, наверное, вот сюда вот с вами все это выложим. Так, давай историю выложим. Так, и что же нам? Да, ягоды тоже, в принципе, не нужны будут. Так, лягушки. Лягушки мы оставим, потому что я могу их забыть, ребят, потом подобрать. Ну что же. Давайте с вами спускаться вниз. Тут бутылка вина еще должна... Что, еще не сделалась, что ли? Нет, ребят, не сделалась. Так, следующий день у нас встреча с инквизитором. Но смысл к нему идти я пока не вижу, потому что темных органов мы так и не достали с вами. В расчете три штуки. Две как бы мы нашли, а вот темного кишечника, к сожалению, пока у нас нету. Поэтому, ребят, я отправляюсь в 12-е подземелье. Блин, буквально три подземелья нам еще пройти. Три этажа. И все, и золотое яблоко где-то у нас будет уже с вами в руках. Так, надеюсь. Медальон я тоже не стал выкладывать, ребят, потому что... Подожди-ка секунду, надо кое-что сделать. Надо вот так вот поставить. Потому что не хочется попасть врасплох и не воспользоваться. Смотрите, все здесь можно сломать. Наверное, доски, как всегда. Доски, заметки получаем. Ну, в основном, ребята, получаем доски. Ладно, они мне сейчас как бы не особо нужны. Давайте сходим сейчас вниз. Там еще не забываем, ребята, был поворот направо. Главное не забыть про него. Так, а я что, здесь все зачистил, что ли? Добыть такого не может. Так, ребята, а здесь у нас все чистенько. Хорошо, тогда пойдемте направо. Это у нас только ночка наступает. Потом утро. Потом мы сбегаем опять к бабке. К ведьме на болото. Купим недостающие нам две лягушки. И уже пойдем к Шармель. Нет, мы пойдем не к Шармель. Мы пойдем к этой. Оу-оу-оу-оу-оу! К Шармель мы пойдем тогда, когда у нас с вами появятся духи. Ага, замечательно. Слушайте, ребята, а неужели, блин, мне не нужен был даже этот горбун, а? Получается так? По крайней мере, я и без него как-то справился. Так, секунду, ребят. Оу-оу! Это же торт-то у нас восстанавливает только выносливость. Хэпэ-то он не восстанавливает. Как это я так лопухнулся? А? Вот это да! Вот это я пришел! Ха-ха! Ну вот, ну бас, блин! Ну идите сюда, светлячки, взрывайтесь. Ладно, я попробую пройти сколько смогу, ребят. Сколько у меня их... Да, здоровье-то посмотрите, как тратится вообще моментально. Слушайте, а я вот, честно говоря, не знаю, есть ли у меня что-то такое, что может восстанавливать здоровье. Кроме вина, естественно. Ой-ой-ой, как-то хреновенько все это выходит у нас. Так, еще один этаж. Вот, ребята, у нас, в принципе, и выход. Да будете вы уничтожаться. Ой, ребят, здоровье-здоровье-здоровье у меня очень мало. Нет, придется идти за бутылкой вина. Как ни крути. Иначе я дублюсь. И здесь, ребята, смерть ни на что не влияет. Абсолютно. Я могу погибать и заново начинать. Но неохота. Блин. Слушайте, получается, что действительно у меня только лишь одно вино. Нет, мы можем с вами сделать эликсир исцеления. Он тоже восстанавливает нам здоровье. Так, хорошо. Ну, где там бутылка вина? Она уже должна, в принципе, сделаться. Это, чтобы восстановить себе полностью полоску ХП, ребята, мне нужно употребить 3 бутылочки вина. То есть нам дают 20. 20 же дают. Что-то я не понял. Эй. А, у меня инвентарь забит. Так, давай уничтожим вот это вот. 20 бутылок вина. То есть, ребят, ну вы сами уже можете прикинуть, сколько раз я могу себе восстановить здоровье. Даже если будем не полностью восстанавливать, на 10 раз мне хватит. Черт, ну этого мало, очень мало. Зачем я с собой торты беру, блин? Они восстанавливают энергию. Энергию, ребят, я все время путаю энергию и здоровье. Ну вот, смотрите, видите, 2 бутылочки я выпил, восстанавливал. Ну, почти полностью восстанавливал. Но этого все равно маловато. Ладно, я думаю, что этот этаж я пройду. Там останется у нас еще 2. Как минимум, наверное, бутылок 40 нужно брать с собой. Потому что я бы очень уверен, там будут очень сильные монстры. Так, я что-то не понял. Что-то я заплутал, если честно, ребят, даже. Ну-ка, давай сюда. Ага. Машка. Машка, комары, я не знаю, как их еще тут назвать. Паучок. Воу-воу-воу, брасплох мне захотели взять. Хе-хе. Тихо ты. А их не видно было, ребят. Ну-ка, пустят. Нет. Нужно убить всех монстров. Видимо, где-то, ребят, я пропустил. А где это может быть? Здесь у нас нету ничего. А, вот, скорее всего, наверх, да, ребят? Наверху я не был. Ну, вот они, родные мои монстрики. Всех-всех. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Все время забываю, ребят, подхилиться. Так, да плевулька здесь находится. Готово. Так. Ну что, теперь, я думаю, что всех уничтожили, ребят. Поэтому давайте-ка быстренько с вами сейчас уже будем спускаться на следующий этаж. У нас, кстати, в следующем денечке будет встреча со змеем. Вот, теперь я сижу и думаю, идти или не идти к нему. Но если мы успеем с вами яблоко надыбать, хотя я в этом сомневаюсь почему-то. Ох, шикарно. Так, давайте, наверное, начнем сюда. Потом пойдем уже направо. Так, желешки у нас здесь, я смотрю. Так, желе, иди сюда. Так, 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 так. Ага, здесь у нас такая, ребята, комнатка ни о чем, как говорится. Серебро? Да, по-моему, серебро. Ну, энергию, ребята, я восстановить могу. Мне не жалко, ребят. Потыкать здесь, как говорится, побомбить. Все, энергию я восстановил. Ну, что ты уцепилась за мной? Так, здоровья. Восстановим маленько. Ну, и теперь, естественно, вот сюда пойдем с вами. Ого! Это что у нас такое? А, ну, ребят, с этим големом мы уже встречались. Наподобие такого был уже. Только бьет он в разы сильнее. Вы посмотрите, он меня с удара практически чуть не убил. А винишко-то заканчивается, ребята. Заканчивается вино. Ну, идите сюда, олухи. Все бегите. Это причем, ребята, я изучил боевой навык, помните, да? Один к атаке, один к этому, к защите. Так, желе, давай, падай. И летучие мышки. Так, ну, будешь ты разбирать или нет? Готовы. Некогда, ребят, здесь мне тратить время на разбитие вот этих всех полок, стульев. Нужно как можно быстрее пройти. Пройти все это дело. Ну, идите сюда, мыши. Вот так вот. Давай. Оп, оп. Все, полная зачистка, ребята. Желе уничтожаем. Ой, голем. Что-то я его не заметил, ребята. Как-то он там спрятался за колонну, за эту. Чуть было его... Не проворонил. Его, ребята, нужно очень быстро атаковать. И желательно, чтобы он тебя не увидел. Ну, а как это сделать, я не знаю, ребята. Смотри, он уже издалека бомбит. Он меня еще не видит, он уже... Шпарит. Ты посмотри, как он отнимает здоровье дико. Ох, я не знаю, что будет у нас на последнем этаже. Даже представлять не хочу, ребят. Так, давай. О, ребят, смотрите-ка. Проход на последний этаж, по-моему. Я ничего не путаю, на последний же. По-моему, на последний. Эй, хорош, блин. Дайте я ее уничтожу в первую очередь. Достал уже стреляться. Все, минус мыши. Тут еще, по-моему, где-то одна. Ага, вот она. Блин, мне не нравится, что мне еще надо вниз, ребята, ползки. Придется еще здесь сделать зачистку. О, алмазики. Ну, давай, 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 беги сюда. Все бегите. Всем хватит люлей. Ну, давай. Блин, мышь, как-то меня достало. Вот напрягает, не могу прям. Так, давайте-ка с вами алмазики соберем. Вот так вот. Блин, не хватает места, чтобы подобрать их. Уничтожаем крылья. Вот так вот. Ну что, иди сюда, пулялка. Завалили. Двигаемся дальше. Так, подхилимся маленечко, ребят, с вами. Ой-ой-ой-ой-ой, тут и фонарики взрывающиеся. Давай, взрывайся. Отлично. Так. Мышь летучая, ты... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, фонарик, фонарик, ребят. О, два паучка. Так, ладно, паучков мы сейчас с вами заколбасим. Да что ж ты будешь со всех сторон, ребята. Облепили. Иди сюда, мошка. Комар, иди сюда. Ай, как вас тут много, блин. Так, эти плевуны, ребята, две штуки. Минус одна. Минус вторая. По-моему, все, ребят, чистое у нас здесь подземелье. Если я не ошибаюсь, я здесь всех забомбил. Ну, проверить это, ребята, элементарно. Надо только лишь подойти ко входу. Или к выходу. Ну, это и вход, и выход одновременно. Так, я уже, типа, спать хочу, да, устал. И давайте проверим. Ух. Так, ну-ка. Да, ребят. А, нет, нет. Ошибаюсь, ребятушки, ошибаюсь. Мы только лишь с вами в 14-м подземелье. Ага, вот и змея идет. В 14-м подземелье это означает, что нам еще два этажа нужно будет пройти. Ну-ка поговорим, попробуем с ним. По поводу, по поводу жерелья. Он не хочет с ним разговаривать. По поводу ритуала, естественно, не будет. Яблока у меня показал, а того нету. Значит, все. С ним пока дела все закончены. Ладно, ребят, идем с вами опять же. Ну, для начала поспим. И отправимся на болото. К ведьме. Надо нам докупить две лягушки буквально. Ох, 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 ошечки. Две лягушки, это, конечно, понятно, ребята. Но как же мне без вина-то быть? Мне нужно вино. Семян не хватает. Это нужно день торгаша купить у него. Ой, короче, это такая морока. Вам просто не передать. Давайте, наверное, выложим с вами. Так, гвозди. Зачем они мне ума не приложу? Я, по-моему, как бы задание-то сделал, связанное с этим делом. Так, желе выкладываем. Так, электрический порошок выложили. Алмазики. Один я все-таки возьму. Я тогда, ребят, не успел проверить. Все-таки испорченная книга. Так, ну остальное все, в принципе, можно уничтожить. Сейчас только досочки выложу. Ай, ладно, была не была. И желе выложим тоже. Фиг с ним. Нет, металлолом не буду, ребят. Захламляет он слишком сильно инвентарь. Так. Ну что, пошел я, ребят, короче, на болото к бабке. На болото к бабке. Еще с этим осликом тоже не все решено у нас. Он все ждет свое масло драгоценное. У бабки, как мы поняли, оно не продается. Значит, мне либо самому делать, либо искать кого-то, кто может нам продать. Ну что, бабуля. Я иду. Надеюсь, ты уже проснулась. Стоишь, ждешь меня. Слушайте, смотрите. Мы приносим ей лягушек. Она нам дает, я так понимаю, свое старое... С надоби, я хотел сказать. Свои старые духи. И мы уже даем Шармель. Шармель, естественно, радуется. И заручается, наверное, нашей поддержкой. Есть лягушки? Есть лягушки, ребята, есть. Ух, я просто боялся, что мало ли их не будет. Но они, как видите, есть. И, значит, прямиком мы с вами летим в старую клячу. Так. Ну. Да это я знаю, что лучше поговорить. Ты давай это. И... И все, что ли? Я доставил еду. В плане... А, ну да. Забрать духи. Вот они, ребят, духи-то. Но проблема в следующем. Что нам теперь придется хрен знает сколько дней ждать для того, чтобы я смог встретиться с Шармель. Так, а мы сейчас посмотрим, продаются ли вот этому чувачку. Нет. Алмазы не продаются. Ну и что же нам тогда остается делать? У нас с вами следующий день будет Инквизитора. Потом Звездочета. Потом только лишь молитвы. И потом уже День Шармель. Ладно, хорошо. Значит, такой у меня, ребята, расклад получается. Мы, наверное, сейчас с вами включаем паузу. Дожидаемся с вами определенного дня. А этот день у нас будет именно Шармель. И уже пойдем отдавать духи. Так что, ребятушки, давайте-ка сделаем секундную паузу. Ну что ж, друзья мои. Пока у меня есть время, я решил все-таки сделать себе побольше зельев исцеления. И отправиться все-таки в подземелье и пройти 15 этаж. Ребята, зелья исцеления делаются из следующих ингредиентов. Это нужен раствор жизни и порошок жизни. По-моему, так. Все это добывается. Порошок жизни добывается у нас из переработки кишечника в алхимической мельнице. Да, берете просто кишечник, бросаете, и получается у вас желтый порошок. А раствор жизни получается из морковки, ребята. Вы бросаете сюда морковку, либо капусту, либо и к траву. И вот эти вот два ингредиента вы уже несете вот сюда в алхимический стол. И смешиваете. Вот, порошок жизни и раствор здоровья. Ну что же, ребята, я набрал. Сколько я себе сделал? Так, 43 пробирки у меня есть. Я думаю, что этого более чем достаточно для прохождения подземелья. Время, как видите, у нас еще позволяет. Смотрите, у нас будет молитва в следующий день, потом только лишь шармель. Поэтому, ребята, я думаю, что мы успеем пройти с вами подземочку. Последний этот этаж. Так, давайте выставим с вами пробирочек сюда. Так, ну что, энергия у меня есть. Отхил у меня есть. Так что, почему бы нам, ребята, это быстренько с вами дело не сделать? Получить золотое яблочко, чтобы, как говорится, убить одним выстрелом двух зайцев. Погнали. Тем более, у нас, ребята, 14 подземелье. Побежали. Хилит, конечно, не очень хорошо это зелье исцеления. Тридцаточку всего лишь за одно использование. Но, я думаю, хватит нам этого всего дела, ребят. Так. Замечательно. Если не хватит, ребят, я опять же пойду накрафчу себе. Крафтится оно довольно быстро. Так что, ничего сложного нет. Главное, чтобы были ингредиенты. И все. А ингредиентов у меня, как говорится, сами знаете, с головой. Особенно этих кишечников я в свое время насобирал целую кучу. Поэтому у меня как бы с этим не было проблем. Так, давайте-ка сюда. Зато, кстати, инвентарь почистил везде практически. Потому что кишечники сразу же потратились. А вы знаете, что они занимают целую ячейку. Они не копируют, не копятся. Ой, подожди. А, не хватает энергии. Ё-моё. Что напугали меня? Я думал, меч что ли сломался. Да иди ты сюда, мышцы вонючие. Вот так вот. Нахлобучил. Да, ну энергия, ребята, тратится. Обалдеть, как вам скажу я. Вы посмотрите. У меня было 40 с лишним, да? Пробирах здоровья. А осталось уже 39. То есть, и это только начало, ребят, подземелья. Вон там еще голем стоит. Ах, сейчас как звездонет. Как звездонет, ребята. Ой, блин. Так, иди сюда. Иди сюда. Буду тебя здесь ждать. Минус. Так, подожди, ребят. Не будем сейчас нападать. Так. Сейчас посмотрим, как он сделает. Все. Я думаю... Пора, 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 пора. Тыц, 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 тыц. Очень много здоровья, ребята, отнимает, конечно, у него этот удар. Ну да ладно. Мы, главное, выжили. Давайте я пойду вот сюда вниз. Потом там еще была отвороточка, ребята. Вы видели, да? Направо. А там что? Ну иди сюда, иди. Ох, как хорошо. Мышки-то долетались. Ай, промахнулись. Как ты меня бесишь. Действительно, здесь самое бесявое для меня лично. Это летающая мышь, ребят. Так, не забываем хилиться. Мало ли кто. Я вот знаете, что думаю? У нас будет на 15 этаже, на 15 этаже подземелья какой-нибудь босс? Или нет? Или мы просто вот так вот тупо с вами пройдем? Убивая вот чисто монстриков. Хотелось бы, конечно... Да что ж такое-то энергия, ребят? Закончилось. Вот что. Хотелось бы, конечно, встретить какого-нибудь боссика. Ну, пускай не такого эпического там, но... У которого, в принципе, и будет это золотое яблоко. Я так подразумеваю, должно быть. Хоть простенький, какой-нибудь усиленный даже монстр. И то было бы уже хорошо. Так, ладно. Хиляемся, ребята. Здесь, по-моему, мы все с вами зачистили. Остается лишь только направо нам с вами сходить. Сделать зачистку. И, в принципе, этот этаж у нас будет пройден. Так, погоди-ка не сюда. Останется потом только лишь пятнадцатый. Ну и все. И мы как раз с вами поспеем с золотым яблочком к змею. После того, как поговорим с Шармель. Очень даже замечательно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сразу такая шабла бежит на меня. Так, мыши летучие вы достали. Есть. Кстати, довольно сейчас хорошо получилось у меня с ними расправиться. Прям налетуй. Ай, тут промахнулось. Так, ну иди сюда. Пулялка. Так, значит, тут еще, смотрите-ка, отвороточка какая-то есть у нас. Давай, давай, давай. Ой, да тут малюсенькая комната, ребята. А вот самородки мне пригодятся, я думаю. Так, давайте-ка мы вот это вот уничтожим с вами. Металлолом. Я лучше самородки возьму. Мало ли там чего придется крафтить из золота. Ну, вы поняли, да? В каждом вот таком вот залеже находится именно 9 самородочков. Не больше, не меньше. Почему-то не 10, а именно 9. Ну что же, ребята, вот, наверное, у нас с вами и последний этаж. Да, последний этаж. Меня сюда пропустили. Давайте, наверное, начнем вот отсюда, справа. Голема вижу. Вижу, ребята, голема. Ай, энергия как закончилась. Ё-моё, да что ж такое-то? Так, жилей, иди сюда. Буду сейчас вас наказывать. Этот голем слишком большую площадь, кстати, захватывает своими шипами. Вы заметили, да? Где он находится и практически до стола достают его на шипы. Готов, охламон. Даже не успел пикнуть. Спускаемся, ребята, спускаемся с вами. Так, опять, ну все, понятно. Тут, короче, у нас будут частенько встречаться големы. Да иди ты сюда, ё-моё. Летаешь, достала уже действительно в корень. Хорошо, когда вот она на тебя летит, ты в этот момент мечом рубишь, и она напарывается. Она погибает сразу же. Но если же ты промахнулся, и ты начинаешь вот это вот мельтешить, мельтешить, это хуже не придумаешь. В принципе, это касается любого, ребята, монстра, который здесь находится. Иди сюда, големище. Вообще ушастая. Я его подбил, ребят, я его подбил. Я подбил здесь всех практически. Так, наверное, оно будет какое-нибудь супер-супер-пупер большое, мне кажется. Опа. Давайте сразу... Так, а это почему-то не захотелось сразу там взрываться. Так, порошок вот этот нам, ребята, пригодится. Поэтому давайте металл... Все время этот металлолом ко мне липнет, а? Опять голем, да чтоб тебя. Смотрите, ребят, причем его шипы уничтожают... А, тут еще и плевалка. Ой, ребята, у меня что, энергии нет? У меня все торты закончились. Ядрена вошь, у меня только, ребята, две бутылки вина. Да как же я забыл все время, что энергия у меня тоже заканчивается. Блин, как говорится, подготовился к запасу к жизням, к энергии теперь не взял. Ой, елки-палки, что же ты будешь делать? Ладно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, что-то не заметил, ребят, пардончи. Паук, иди сюда. Так, нахлобучил я его. Так, давайте... Блин, мне надо уничтожать эту плевалку, она достала, ребят. Готово. Ну, а теперь, естественно, голема будем наказывать. Вот так вот. Слушайте, что-то тут слишком много всяких ответвлений. Давай тогда сюда с вами сходим, да? Ребят, как видим, еще один рудничок у нас золотой. Давайте-ка его быстренько с вами выработаем. Ну, вырабатывай давай уже. Не выкаблучивайся. Так, я просто смотрю, ребята, на, скажем так, наши астрологические часы. И секу тот момент, чтобы нам выходить уже надо было когда-то там. Так, мышь. Так, здесь зачистку сделали. Все, шикандос. Давайте с вами уже отправимся там, по-моему, тут отворотка. Потом еще где-то позади у нас было несколько мест, где надо было повернуть. Так, энергию я себе восстановил. Ох ты. Ох ты! Погоди. F. Вот оно, ребята, золотое яблоко. Естественно, мы его забираем. Погодите, а вот это что такое? Ах, и все, что ли? Вот оно как. Ну, что же, ребята, яблочко мы с вами получили. Как раз у нас, смотрите, подоспел день молитвы. Мы сегодня прочитаем проповедь. И уже на следующий день мы пойдем с вами к Шармале. Все складывается как нельзя хорошо. Я доволен. У меня хватило энергии, у меня все, во, хватило. Здоровится, как говорится, справится там в этом подземелье. Ну, никак, конечно, я не ожидал, что так будет. Яблочко просто тупо висеть. Подходи, как говорится, и забирай его. Я думаю, будет хоть кто-нибудь его охранять. Нет? Никто его не стал охранять. Ладно, ребят. Нам только проще. Так, давайте выложим. Все золото выложили. Так, брюлик. Я думаю, что брюлик тоже можно выкладывать. Потому что, ребята, его никто не покупает. Может быть, конечно, торгаш будет его брать. Ну, когда наступит день торгаша, мы с вами возьмем и посмотрим. Так, что же нам сейчас пока с вами сделать? Ну, во-первых, давайте пойдемте киморнем. Заодно и сохранимся. Потом возьмем молитву и пойдем уже в церквушку читать проповедь. Наберем с вами сфер. Сфер, вер. И можно будет уже потом отправляться к шармель. Так, что-нибудь есть? Так, у нас есть ненужные ингредиенты. Это все мы, ребята, выложим. Желеху, может быть, сюда выложим? Давайте. Я, кстати, не знаю. Может быть, из этого желе можно какое-то блюдо сделать в конце концов. Я, кстати, не смотрел книгу рецептов. Ну, вы сами знаете, у меня желе есть черное, есть желтое, есть какое-то там еще зеленое, блин. Так, берем нашу молитвочку. Вот она, комбо. Комбо, ребята, не забываем, что брать надо комбо молитву. Кстати, ингредиенты нам лучше тоже с вами выложить. Я имею в виду этот электрический порошок. Вот он. И, в принципе... Да, я думаю, что вот эти вот пробирочки тоже мы с вами выложим. На хил. Навряд ли они нам сейчас тут где-нибудь понадобятся. Кстати, вот масло из семян. Надо будет попробовать его отдать ослику. Получится, не получится. Это, как говорится, уже будет другая история. Ну что ж, пойдемте прочитаем проповедь. Так, начать молиться, естественно, начать. Давайте. Я бы хотел сказать речь. Наша церковь великолепна. Да, да, отлично. Молодец, братуха. А сейчас давайте помолимся о благословении нашей маленькой церквушки, которая скоро превратится в собор. Да, отлично, сказал, пробовать. Отлично, молодец. Да, но не забывайте про пожертвования. Я все-таки... Не зря тут голос надрываю. Да, да, конечно, мы тебе сейчас заплатим. Сколько? 1,62. Отлично, ребят, хороший идет у нас навар с вами. Давайте-ка мы это все дело соберем. Опять же, 20 серебряньков, да? 21 даже. Так, и... Пойдемте все выложим это. У нас, короче, следующий день будет это посвящен именно шармель. Именно шармельке. Так что надо будет, как говорится, дождаться его и отдать все это дело. Ну, а теперь пойдемте, наверное, ребятушки, кемарнем. Время пока у нас есть. Вот. Давайте вот сюда вот так вот поспим. Кстати, да, можно будет еще сходить к этому ослику. Я правда не знаю, будет ли он принимать у меня вот это масло или нет. Но проверим заодно. Это льняное у нас масло, так что... Так, ну, ослик, будешь... Да, ребята, отдадим ему масло. Ну, наконец-то, тишина. Теперь я могу обдумывать мою теорию по пути сюда. И вот способы борьбы за твои права. Я уже привлек на свою сторону всех портовых крыс, между прочим. И к чему ты сказал, ослик. Только не говори, что тебе еще помимо морковки теперь каждый раз надо будет отдавать масло, блин. Слишком дорого и хитро получается. Так, ну что, ребятушки, давайте, наверное, маленько подождем уже дня шармельки и отправимся к ней. Ну что же, ребята, вот и наступил день шармель. Я, естественно, иду в старую клячу, чтобы отдать ей духи, которые ей так понравились. И надеюсь, что дальше у нас будет какое-то развитие событий. Так, вот она, роднуля моя, стоит. Так, у меня есть вопросы, у меня есть духи. Вот духи, которые ты хотела. Дай же я тебя чмокну, я так счастлива, ха-ха. Ну и... А что дальше? Использую их перед концертом для самого короля. Я так долго ждала эту возможность. А еще столько всего надо подготовить. Ты так добр ко мне, может, ты немножко поможешь с подготовкой? Мне нужна какая-нибудь вступительная речь, какая-то хорошая история. Может, тебе что-то придет в голову? Сама я писательница так себе, а тут должно быть что-то особенное. Сдается мне, я знаю, где можно раздобыть хорошую историю. Что бы я без тебя делала? Еще немного, и я в тебя влюблюсь, ха-ха. Так, ребят, я, кажется, понял намек. Это неужели к писарю мне нужно будет идти? Так, смотрите, когда... Ты когда-нибудь продвигала товары? Кстати, вот, давайте поспрашиваем. Мне нужна твоя помощь. Ты должна стать лицом моей компании в городе. Ты должна всем рассказывать, что без ума от овощей компании кладбищенские сады. Что ты такая красивая из-за того, что ешь их каждый день. Ты сам-то слышал, как звучит название твоей компании? Кладбищенские сады? Ну, может, не самое благозвучное название, но земля-то святая, да и овощи правда отменные. Но я могу заплатить. Деньги мне не нужны, другое дело украшения. В городе на рынке украшений полнейший застой. Один старомодный хлам. Ты вроде парень одаренный, церковь отремонтировал и украсил. Может быть, сможешь смастерить украшения и для меня? Что-нибудь в готическом стиле. А я прорекламирую твою компанию. А если украшения будут хорошими, смогу для тебя их продавать в городе? Оу, щет. Хо-хоу. Ребята, неужели я нашел новый себе заработок? Так, по поводу... У меня есть отличная история. Так, отличную историю нужно. Оу, золотую, да, надо? У меня как раз, ребята, есть золотая история. И сделать украшения. В общем, ребята, я быстренько, шемин там, просто лечу к себе в милый дом. Так, 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 где же она у меня, история эта золотая история? Золотая у меня с собой нету? Нету. Она у меня, по-моему, лежит на полочке. Слушайте, я надеюсь, ей обычная золотая история нужна? Или определенная от кого-то там? Нет, я думаю, что обычная подойдет. Давайте заберем. Вот это вот выложим. И она попросила меня по поводу драгоценностей. У нас еще время есть. У нас время не просто валом, ребятушки. Давайте-ка мы сделаем, посмотрим, что у нас нужно для того, чтобы сделать украшения. И, может быть, у нас получится ей отдать парочку на пробу и посмотреть, как у нас это все дело пройдет. Так, срочненько бежим сюда за наш стол. Вот он, наш стол. И ювелирные изделия, я так понимаю, да, нужны? По-моему, да, ребята. Слушайте, но мне также нужно еще вот этих вот штук наклепать обязательно. Золотых слитков. Сколько я могу сделать? Не так, конечно, много, но... Слушайте, прилично я могу 14 слитков сделать. 14 слитков мы сделаем, потом их, естественно, переделаем вот в эти вот в ювелирочку. То есть все будет у нас на мази. Ну, а пока для пробы у нас с вами как раз есть один вариантик. Так, шикарно. Все, я получил ювелирное изделие. Теперь, ребятушки, давайте быстренько, просто пулей летим к ней. Отдаем ей историю, отдаем ей на пробу наше золотое изделие. И посмотрим, сможет ли она его действительно продать. Или это все, как говорится, пыль в глаза. И хотелось бы узнать, по какой цене. Если это очень выгодно, то, естественно, ребята, я очень буду заинтересован в том, чтобы крафтить именно украшения. Да, с золотом будет большая проблема, потому что мы с вами прошли полностью подземелье. Все, что мы могли, мы там с вами собрали. С алмазами, я так понимаю, тоже все это кайок. Поэтому должно стоить недешево, недешево украшение. Потому что ресурсов больше, ребята, нету для этого. Так, ослик потащил трупика. Хорошо, ладно. Ну что же, давайте разговаривать с Шармель. Так, мы взяли украшение, история у нас есть. Так, ну что. Ээээ, да, подожди. Пойдет, у меня есть отличная история. Эта любовная история, надеюсь, после ее аудитория будет в правильном настроении. Незаменимый ты мой. Ха-ха, все, прокатило, ребята. Да, я такой. Скромняга, кстати, ты случайно не знаком с местным фермером? Приходилось торговать с ним. Отлично, поговори с ним, как мужчина с мужчиной. Его дочь Алиса просто обязана аккомпанировать мне на концерте во дворце. Она так хороша и невинна, может быть, кто-нибудь из придворных положит на нее глаз? Может быть, сам король, бедняга-нема, но в таких делах будет только плюсом. Ну, а в чем, собственно, проблема? Да проблемы-то нет никакой. Просто мне необходимо письменное согласие отца девочки. Эээ, вот оно что, да? Он не в восторге от ее увлечения музыкой, но, может, ты сможешь его уговорить? Так, хорошо, по поводу твоего отца. Давай украшения начали дадим. Такие милые, какой необычный дизайн. Я наверняка смогу продать такие украшения придворным дамам. Так, что насчет продвижения моей компании? Как договорились, всем расскажу, какие у тебя замечательные овощи. Так, по поводу твоего отца. Шармель, у тебя такие одинокие глаза, у тебя есть семья? Милый мой друг, ты такой заботливый, один ты относишься ко мне как к человеку. Ты прав, я очень одиноко, одиноко в толпе поклонников. Это мое проклятие, моя мама умерла, а родня меня терпеть не может. Всю жизнь я жду прекрасного принца, но я проклятая. Я серьезно, не надо было мне продавать маминое жерелье. Я знаю, кто твой отец. Я тоже знаю, он негодяй. Он оставил маму, она этого так и не пережила. Он ничегошеньки для меня не сделал в этой жизни. Его для меня просто нет. У меня есть бумаги Алисы. Алисы бумаги? Хорошо. Что же мне теперь-то делать? Я не понял. Так, Алисы бумаги, да? Это с кем там нужно мне поговорить? Ну-ка, дайте-ка посмотрим по персонажам. Шармель, убедите фермера. Фермер. Убедите фермера. Слушайте, а фермер у нас кто? У нас либо который занимается вот здесь? Фермер у нас... Так, подожди секунду. Я надеюсь, ничего не путаю. Так, ты же у нас фермер? Ты фермер. Но, видимо, не тот, который нужен нам. Так, секунду. Давайте посмотрим по карте. Фермеры. Так, у нас есть, который молоком... Вот, скот. Или все-таки мне нужно идти к этому? Так, во, погодите секунду, ребят. Наверное, он. Нет. Здорово, приятель. Да нет, мне не нужен твой навоз. Слушайте, неужели он имеет в виду вот этого фермера? Или же вот этого? Ладно, сделаем с вами так. Сбегом и туда, и сюда. Но я уже вряд ли, ребята, успею, как говорится, отнести бумаги для Алисы. Потому что это займет у меня приличное количество времени. Так, это у нас мельник. По-моему, это все-таки не фермер далеко. И он мне здесь ничем, естественно, не поможет. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Я так устал без работы. Я знаю, что устал без работы. Я бы рад починить твою мельницу. Но где взять вот эту бумагу с расчетами? Я не знаю, где ее можно взять. Бумага с расчетами. Скрафтить я ее тоже не могу, ребят. Так, ну, и вот еще. Ну, тут у нас, может быть, вот это все-таки фермер. Это как бы, поэтому, жена его, может быть. Так. Во, по поводу Алисы. Ну-ка. А, я здесь, чтобы попросить вас отпустить Алису в город Шармель. Это откроет для нее большие возможности. Она мне тут нужна. Столько работает. Да и не нравится мне эта певичка. Дочь и так слишком много времени с ней проводит. Мне это не по душе. Эй. Ты это, хочешь Алисе помочь? Да. Ясно. Мне нравится, как у нее играть выходит. Я тоже хочу помочь. Если поможешь дяде мельницу починить, отец тогда очень рад будет. Попросим вместе и отпустит он Алису. Спасибо. Пойду поговорю с твоим дядей. С твоим дядей. Я так понимаю, который наверху. Ага. Ладно, хорошо. Возможно, ребята, мы сейчас починим ему мельницу. Точнее, он нам даст что-нибудь такое, ради чего, где мы найдем с вами бумагу, документы эти на починку мельницы. В общем, давайте посмотрим. Я так устал без работы. Я хочу починить мельницу. Ты знаешь, что нужно для починки мельницы? Здорово, если подсобишь. Я сам пробовал, только хуже стало. У меня вот инструкция к мельнице есть. Только она на латыни. Ох, я еще на Икея жаловался. Так, ну, судя по картинкам, тут нужен камень и остальные детали. Так, посмотрим страничку с расчетами. А где последняя страница? Ну, на ней картинок не было никаких. Я подумал, она не важна и того ее. Уж больно бумага мягкая была. Понятно. Жаль, что я не силен геометрии. Похоже, придется просить звездочета рассчитать все рычаги. Ага. Ага. Понял, ребята. В общем, следующая история нас поджидает именно у звездочета. Да? Хорошо, звездочет нам рассчитает все эти чертежи. Мы с вами сделаем, естественно, все как нужно. Починим мельницу. И тогда он, надеюсь, освободит Алису и разрешит нам с ней, с Шармель, точнее, отправляться в тур. Так, что же. Мы с вами одно украшение отдали. В ближайшее время у нас никаких нет заданий. Хотя, ребята, я вру. У нас будет ближайшее задание. Это именно для змея. Потому что яблочко мы все-таки с вами добыли. И он, наверное, будет рад его получить. Так, все еще впереди, ребята. Еще очень-очень много заданий. Ну, а на этом, пожалуй, дорогие друзья, мы будем завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, не слишком сильно утопим. Утомил вас. Так что увидимся в следующей серии. А на этом все. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok